Слава Украине! Привет всем от Полонского! После введения санкций в отношении фашистской России, в отношении ее нефти, расшисты придумали такую финтушами, чтобы обходить санкции и продолжать экспорт своей нефти. Они накупили кучу старых танкеров на подставные компании. И вот на эти танкера грузили свою нефть, потом эту нефть где-то на море перемешивалась с нефтью других танкеров. И вроде это уже не российская нефть, а еще чья-то. Либо везли ее в Индию, эти же компании. В Индии проходила переработка и дальше Индия уже продавала бензин и так далее из российской нефти. Ну, они же, наверное, думали, что все вокруг дураки и никто ничего этого не видит. И они так и продолжат зарабатывать денежки на этом. Хотя особо денег они не имели. Я рассказывал уже, что поступление от нефтяной отрасли рухнуло более чем наполовину. Несмотря на то, что количество нефти они выплескивали на рынок большое, а вот денег это все не приносило. Переносило, точнее, кому-то другому. Но даже это Европа не хочет, чтобы происходило. Даже вот эти вот крохи, чтобы Россия получала. Так вот, сейчас взяли за резиновую изделие, которое хорошо использует Путин, о котором он все время рассказывает, одну индийскую компанию, вполне возможно, что подставную. Называется она «Гатик Менеджмент» как-то так. У нее было в управлении, точнее есть в управлении, 21 танкер. Вот как раз вот такой вот здоровенные танкера, которые возили, старые здоровенные танкера, которые возили российскую нефть. Ну вот что с ними делать? Самое простое. Они же застрахованы должны быть. Вот они и были, значит, застрахованы, зарегистрированы у Лойца. А Лойца отзывает все, всю их регистрацию, все их страховки, все это дело отзывает с 3 июня. Сегодня у нас 26 мая. То есть плавать им осталось там, сколько там, неделю. Все. То есть можно сказать, что этот флот сел на прикол. Это, если еще у кого-то есть, я вас уверяю, что и те тоже самые сядут на прикол моментально. И, соответственно, даже вот эта вот формула, а без регистрации, без страховки, эти суда далеко не заплывут, поверьте мне. То есть все. На этом приплыли. Если есть еще какие-то компании подобные вот этой «Гатикой», я вас уверяю, что то же самое с ними будет. И похоже, что вот эта вот лазейка через флот старых танкеров, который использовался путинской бандой для того, чтобы экспортировать контрабанду, накрывается. Вот вам, пожалуйста. Когда Европа, Америка, Япония и так далее хотят что-то сделать в отношении какой-то дикой, шизанутой страны, без мере того, что эта страна очень большая и очень шизанутая, все сделать можно. Всего-то одна подпись отзывается, и все вот эти вот купленные Путиным танкера просто становятся никому не нужным металлоломом. И да, их уже там ждут, наверное, в Бангладеш, знаете, там на разборке, где пиляют эти корабли. В свободу Украина. Продолжение следует...